Всем привет! С вами Сергей Проект По. Сегодня я хочу рассказать о книге из серии «Звезды мирового детектива». Автор Франк Телье вышел в издательстве «Азбука» и называется он «Лента Мёберса». Необычный триллер. Во-первых, с этим автором вот мы только начинаем знакомиться с Телье. Я знаю, у него шикарные продажи, люди его любят, и он читается, и я понимаю, почему он пишет, потому что он классно. Оторваться невозможно. Придача неожиданно здесь оказалась по моей теме, так сказать, в сюжет, потому что здесь используется фантастический элемент. Главный герой – это Стефан. У него были какие-то проблемы со здоровьем, только для него психиатруху собирались записать, его любимая жена. Вот. И здесь он начинает видеть сны, в которых мы потепенно начинаем разбираться, и оказывается, что он видит себя через 6 дней и 20 часов. Вот какие-то события. Он, соответственно, просыпается, у него руки в крови там были, да, во сне. Он пытается разговаться, что за ерунда, почему это. Там какие-то цифры, какие-то даты. Он там оттуда узнает, едет разбираться, понимает, что он связан как-то с какими-то убийствами, которые произойдут в будущем. И мы, естественно, попытаемся это все предотвратить. Но кто же ему поверит? И вот как во всем этом разобраться, и можно ли вообще изменить будущее, можно ли связаться с собой в будущем. Вот как это будет использовать Телье, как он про это будет описывать. Вот, мне понравилось. Там много довольно-таки интересных ходов будет. Плюс, очень мне понравилось, как издано. Ну, ладно, тут суперобложка, все дела. Но мне понравилось, что каждая глава начинается вот с таким вот рисунком, на котором, так как все действие будет происходить в течение нескольких дней, тут показано, что вот мы открываем, например, какую-то главу, написано, это уже пятница, там дорога в СО. То есть мы понимаем, какой это временной промежуток. Вот, когда он там в теперешнем времени находится, там вот через несколько глав, например, он уже вот в следующем дне находится. И так очень хорошо, на самом деле, ориентироваться, вот где именно события, тут такие ключевые слова, ключевые события подсказываются. Короче, очень, так давно я не встречал, что важно, как перед каждой главой вот обозначается временной промежуток, где происходят события. Здесь есть еще один персонаж, Вик, это молодой детектив, который вот выкидает в новый отдел, все считаются, он блат, но им приходится выживать в этом отделе, доказывать, что он во всем этом разбирается, у него довольно неплохо получается, как вот вести все это вот расследование. Но, правда, тут вот как-то женские персонажи фигово показаны, они истеричные, они ведут себя так по странам, конфликтуются с мужьями и прочее, прочее. Это вот из минусов, например, да, но атмосфера, вообще тематика, которую поднимает Телье здесь, это людские уродства, всякие болезни, там, связанные и у детей, и у потом мутантов, вот эти все, вот эти выставки всяких уродств, и здесь убийства будут очень кровавлены, там, кончики пальцев будут отрезаны, губы отрезаны, там, выпотрешены, прочее, подвешены. Ну, тут кровавые подробности некоторые сцены было мерзко считать, но даже не только от этих, непосредственно вот этих сцен, там, убийства и прочего, и крови, но еще мерзко будет от людишек, которые там будут участвовать, потому что там будут извращенцы, там будут те, которые, вот, например, там будут здания, перед которым будут договариваться приезжать люди на автомобилях и договариваться о том, чтобы заниматься любовью с, там, с одноруким, с, там, со сросшими пальцами, у которого, там, и еще с каким-то уродствами и прочее. И вот это все, какая-то мерзость человеческой души здесь будет так все выпотрашиваться и показываться, что прям от некоторых сцены аж как-то воротило, да, вот, как он показывал. Но я понимал, что автор вот этим шокирует или привлекает внимание к этому ко всему, все равно я следил за основной линией, за основными событиями, ну, как же Стефан, сможет ли он изменить свое будущее, как ему связаться с собой в будущем, что он понимает, что он с ней видит. И потом даже интересно, когда уже Стефан уже, как бы, в настоящем, но общается с собой в прошлом, как он пытается донести, там, скорее объяснить, он понимает, что у него мало времени, что тут его увидел. Ну, там интересные ходы, на самом деле, будут, не хочу вам заспорить, потому что удовольствие я получил. Читать потрясно, то есть напряженный сюжет, ты сидишь и хочешь во всем это разобраться, блин, несколько таких линий, даже вот столько знаний вот этих, ненужных, честно говоря, которые связаны с этими болезнями, как они выглядят, как они это живут, все представляют, что автор это использует. Что вообще убийца, почему он там, убийство эти будет происходить, как вообще наш Стефан во всем этом окажется замешан, пересекуются ли эти две линии, вот все это мы узнаем по мере чтения. Читать действительно было интересно, очень такой захватывающий сюжет, держит напряжение, я скажу так. И Телье уже входит в топ, ну, по крайней мере, это больше такой, знаете, фантастический даже какой-то тут элемент был, такой кровавый француз, я буду называть его, хотя Кранже тоже так же пишет, вот. Но я еще почитаю другие произведения, вот, где, может быть, меньше будет фантастического допуска, вот с этим связанным с путешествием, ну, не с путешествием во время, а с заглядыванием в будущее, вот. Вот, а возможно, это фишка вообще его, можете написать в комментариях, то есть часто ли используется какой-то фантастический элемент в романах у Телье. Я буду смотреть, что почитать, хотя я знаю, вот уже новинка анонсирована у Телье, скорее всего, я ее прикуплю, вот, а потихоньку искуплю и старые томаты. Но сюжет мне понравился, сама история, необычный очень сюжет, и я его буду помнить долго, связан с ходом, вот, как связаться с собой в будущем, во что это все привлечется, и как мозаика потихоньку собирается, и ты понимаешь, ну, круто, не буду спорить, потому что если я сейчас начну рассказать всякие такие нюансы, я боюсь вам испортить впечатление, да, что это кажется спойлером. Нет, смело берем читань, кто любит жесткие какие-то вещи, триллеры, игры, где есть и маньяки, или, собственно, там тоже не маньяки, а вот это гнилость, наверное, наружу людей, где будет показываться, где герои такие специфические, там, все остальные тоже такие больше негативные, скорее, там, персонаж участвует во всем этом, вот, но, но вот этим как-то он и цепляет, цепляет вот во всем это покопаться, разобраться, читайте хорошие книги, с вами был Сергей, проект По, пока! Субтитры создавал DimaTorzok